Они воспитывают профессиональных музыкантов, прививают детям не только любовь к искусству, но и базовые человеческие ценности. В Самарской публичной библиотеке в преддверии Дня Учителя поздравили педагогов музыкальных школ. Среди гостей праздника – Наталья Балашова, преподаватель детской музыкальной школы имени Кабалевского. Она учит детей игре на баяне и аккордеоне, а также руководит оркестром русских народных инструментов. В этом году Наталья Балашова получила премию президента России в области музыкального искусства. Знаете, никогда не задумываешься, когда вкладываешь себя в труд с детьми, никогда не задумываешься о том, что когда-то тебя кто-то отметит. Ты просто это делаешь с душой, с сердцем, очень посвященно, кропотливо, через пот, слезы, радость. Просто я люблю свою работу. Не только профессиональные, но и личные качества Натальи Балашовой отмечают родители ее учеников. Лилия Лаганова пришла поздравить педагога с наградой. Сейчас ее сын Алексей уже студент Академии Гнесинах, неоднократный победитель мировых музыкальных конкурсов. Здесь не просто вот это воспитание именно музыкальное было. Здесь еще, кроме того, и воспитание как человека. И, конечно, многие качества, которые у него, там, ответственность, трудолюбие, огромное трудолюбие. Это благодаря Наталье Евгеньевне. Ну и, конечно, порядочность, честность. То есть все, что есть в этом педагоге, естественно, впитывают и дети. Очень благодарна тем людям, которые, вот, скажем, заметили этого скромного педагога с огромным мастерством, с огромным таким вот возможностями в профессиональной сфере. Премию президента получили 150 преподавателей из 49 регионов страны. При выборе победителей эксперты ориентировались на результаты обучения учеников и наличие внедренных авторских методик в образовательный процесс. В Самаре обладателями премии являются четыре педагога уже с участием Натальи Евгеньевны. Конечно, не просто пройти конкурс. Это участвуют все субъекты Российской Федерации. И, безусловно, мы гордимся каждым педагогом. Служение детям, служение Отечеству – это очень важная миссия. Высоких результатов удается добиваться, в том числе благодаря национальному проекту «Культура», в рамках которого музыкальные школы оснащают инструментами, нотами, техническим оборудованием. Наш дружный коллектив в Самаре – 34 школы. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Всегда видим новые горизонты. И стратегия государственной культурной политики, которая на сегодняшний день обновлена и принята, она позволяет нам увидеть будущее не на один десяток лет. Также в преддверии Дня учителя в Самаре поздравили юных музыкантов, победителей конкурса профессионального мастерства в сфере культуры и художественного образования «Волжский проспект» и педагогов, благодаря которым удается добиваться высоких результатов. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.